здравствуйте друзья сегодня мы поговорим о государстве но не в таком уж прям философском или политэкономического смысле так по жизни я за пару дней прочитал книжку про историю американского капитализма алан гринспен написал и там знаете как пробегает перед глазами это все и как бы ты видишь разные периоды в жизни страны вот как-то так она отразилась моем сознании от него отражается уже туда к вам страна из изначально была как бы так настроена что государство не должно вообще лезть в дела людей вот есть люди так они себе живут а государств там где-то по мелочи же главное чтобы его не было видно и слышно так вот там налогов тогда не собирали с граждан там конечно были пошлины там армия было что-то но вот это хватало искать тех сборов которые были там таможенные всякие тогда этого хватало и вот так себе жило государство и святой принцип был не вмешательство государства в дела людей и так бы она может и до сегодняшнего дня происходило но иногда в стране наступали такие знаете критические моменты порой продолжительные но вот первым к таким критическим моментом можно назвать может быть начало двадцатого века когда так ведь борьба капитала с пролетариатом происходило тогда появились профсоюзы и тогда вообще пошла такая как бы либерализация такая вот она шла тоже со стороны государства вот например разрешили голосовать женщинам до этого не разрешали сенаторов от штатов стали избирать не не так как раньше что раньше сенаторов избирали ассамблеи штатов допустим в калифорнии есть свой парламент на и вот этот парламент избирал двух сенаторов но группа людей маленькая как бы капитал своими так сказать щупальцами их не 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 окучил не окучил и соответственно чтобы люди имели влияние соответственно бабах выборы стали всеобщими то есть мы все выбираем теперь сенатор и так далее то есть вот был такой момент тогда но конечно серьезный удар был когда была депрессия и ну просто страна на уши встала понимаете то есть такой уровень безработицы такой уровень страдания там и нищеты и обострение всяких конфликтов социальных что надо было что то делать и вот рузвельт который не был как бы в экономическом плане удачливым президентом это этого за ним не численно но правда во время войны там конечно вот но во всяком случае это был человек такой как сказать задушевный можно сказать по-своему популист и и если вот нынешняя власть она через там twitter например норовит то рузвельт был первым американским президентом который пользовался ну что тогда было вот радио было вот он по радио все время обращался к народу все его слушали такой тяжелые времена были и вот в эти тяжелые времена возникла такая идея как пенсионное обеспечение вот что делать чеку который значит не заработал себе на старость вот государство должно что-то сделать появилась система социального страхования которая до сих пор существует хотя в кризисе в некотором находится приближающимся и вот появились вот эти entitlements то есть то что человеку дают независимо от его личного вклада какие-то entitlements хорошо потом страна цвела и пахла после войны и вот был такой президент линдон джонс который наследовал кеннеди убитому сначала он был часть срока кеннеди после смерти кеннеди потом он отдельно избрался очень популярный был президент вот вот он уже вел медикер да то есть здравоохранение по старости и что там еще в элфер в общем там будь здоров и тогда другая посылка была посылка была такая мы такая богатая страна что стыдно что у нас вот этого нет там допустим но идея в чем среди населения те или иные вмешательства интервенции государства становились более популярными когда страна находилась в каких-то неприятных ситуациях и речь идет о значительном количестве всяких регулирований которые на банке например распространяются на страховые компании и дальше вот это государство которое еще там но буквально лет семьдесят восемь назад его не было ни слышно не видно и вдруг она поперла со всех сторон это такой процесс знаете интересные которые мы наблюдали в советском союзе очень хорошо в советском союзе все было нельзя почему нельзя потому что а вдруг тебе что-то разрешат а ты это используешь с какими-то нехорошими целями злоупотребишь когда-то абьюз у нас когда вот дело в том что какие бы замечательные не были намерения но всегда есть какое-то количество злоупотреблений какого-то абьюза но всегда есть так без этого не бывает это невозможно но если главное что у тебя в голове сидит это защитить население от вот этого злоупотребления тогда ты начинаешь все запрещать и может быть и не именно запрещаешь но ты навешиваешь такие условия что делаешь невозможным функционировать вот этого всего и вот когда гринспен объясняет почему вот нет динамизма в сегодняшней американской экономике там много факторов он сравнивает что было на разных этапах развития американского капитализма так вот нас от европы тут всегда отличала меньшая роль государства в управлении делами общества это и сейчас так сейчас тоже государство здесь меньше имеет доступа чем например в европе но в общем то что получается государство такая такая штука которая опутывает как спрут и вроде там тело у тебя есть а двигаться уже не может вот все опутано вот у нас например хотя например приду вот так вот маленький бизнес вот как как у меня я когда с людьми разговариваю там из бизнеса они смеются и как миша это же ты расскажешь такая ерунда что даже неудобно но я вам рассказываю например у нас все время новые естественных бюрократия наш так работает всеми добавляет и добавляет и добавляет и добавляет всяких ограничений регулирование и так далее с единственной целью защитить простого человека который такой дебил что его надо обязательно защитить он же сам не может вот они его должны защитить хорошо вот буквально там пару лет назад ко всем причин дал им значит которые у нас тут есть со страны государства регулирующие они на ночь придумали новое но не лично нам всем всем школам в штате калифорния мы теперь должны значит не просто подсчитывать какой процент у нас там учащихся трудоустроен а мы должны еще значит каждого учащегося но там есть файлы студенческие мы должны еще значит на каждого студента трудоустроенную туда в этот файл поместить компанию где он трудоустроен имя менеджер телефон менеджера email менеджера его зарплату не менеджера человека и тогда вот представьте себе допустим что нужно там за год собрать с 350 400 человек вот это вот просто собрать эту информацию почему они еще и давать не хотят от к чек думает нас княла что кто-то звонил моему менеджеру но вот вам надо и кто ему будет звонить мы даже не знаем тех кто может принципе позвонить при том что они не должны звонить особо но они могут там раз пять лет прийти с какой-то проверкой взять двух или трех и там может быть даже позвонить я не знаю такого еще не было что кто-то звонил но тем не менее она должна лежать файл у нас на это уходит ну вот я как-то пытался вот это время которое на это необходимо пересчитать в деньги у нас вот вот только на одну эту смешную фишечку уходит что-нибудь 20 тысяч в год которые вынуты из бизнеса понятно эти деньги были вынуты из оборота экономического страны и бизнес ладно потом да сама вот это вот мулька о том что подсчитывать процент трудоустроенных я пытался с этими работниками там поговорить мы ходим часто на семинары там нам для нас устраивают тренинги и я говорю вот в чем смысл они говорят ну как же вот человек значит смотрит там на разные школы сравнивает он видит вот здесь такой процент трудоустройства здесь такой процент трудоустройства он значит более информированно принимает решение ну в нашем случае как бы не имеет значения потому что мы единственные кто вообще этим занимается там тестирование программное освещение ну допустим хорошо я говорю но под но подождите говорю давайте мы посмотрим как происходит подсчет кто считается трудоустроенным вот интересно они защищают интересы населения кто считается трудоустроенным с их точки зрения значит в течение шести месяцев с момента окончания курса шести месяцев вот если на следующий день тоже не в счет вот шесть месяцев человек должен найти работу на без ограничения зарплаты даже начиная от минимум выйд да то есть вообще задаром почти хотя у нас сейчас это 15 долларов он должен найти работу и проработать на ней не меньше шести недель и вот люди смотрят на это там тут такой плейсмент там такой плейсмент такой процент секвой процент но они не понимают что речь идет что достаточно шести недель чтобы попасть туда в этот плейс при этом есть какое-то количество людей ну я могу сказать что-то процентов 15 иногда 20 из выпускников про которых вообще неизвестно где они работают не работают может они уехали может чего на имейла не отвечают на звонки не отвечать нет вот они исчезли и мы не знаем но включить их в устроенных нельзя соответственно может там гораздо выше полный абсурд понимаете абсурд и вот да и самое главное что никто не приходит в школу просто потому что он где-то на интернете что-то нашел это тоже абсурд вот я же я же их опрашивала там 90 процентов приходит потому что они кого-то знаю там где-то они в соцсетях там я уже не говорю о том что сегодня есть и на гугле и на елки и все целая машина есть позволяющая человеку ну просто пойти там и посмотреть не нифига и вот опутывается там гринспен приводит пример что там сейчас 5 или 6 раз больше профессии нужно получать лицензию которая раньше там была не нужна например нужна лицензия чтобы цветы продавать прям магазин по продаже цветов или специальная лицензия не просто там бизнес лицензия городская а еще какая-то специальная на цветы он приводит пример там с мостом который в нью-йорке там когда-то построили за четыре года а сейчас просто согласование проекта этого моста займет 10-11 лет кроме строительства может быть его там за пару-тройку лет построят но согласование занимает 10 11 лет и вот бюрократия она опутывает бизнес и как бы лишает его подвижности динамизма да то есть он вот такой куценький такой становится зачуханный ресурсы из него вынимают прибыль вынимают заставляет какую-то работу выполнять которая вот ничего не дает ни уму ни сердцу никому я и все время новое придумывать и новое придумывает и новое придумывает я помню когда мы первую недвижимость покупали это был 93 год и там какое-то количество бумаг надо подписать вот вот столько вот столько сейчас когда ты покупаешь недвижимость подписать надо вот столько все время добавляют добавляют защищают права никто не читает все подписывают просто ну потому что там есть они уже подписывают такую пачку и подписывает и подписи все по-быстрому хотят разбежаться на и подписывают подписывают только больше раз 4 господи и вот и казалось бы от государства это плохо вот нам со стороны республиканской партии время это плохо 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 с другой стороны если мы посмотрим на все кризисы которые были в экономике они все происходят от того что бизнес не был регулирован достаточно да вот начиная там с депрессии с обвала акции кончают последним кризисом когда они там 10 лет назад когда они превращали моргиджи вот эту ипотеку упаковывали и продавали как акции вот и в общем то есть бизнес же и создает такую ситуацию когда государство приходит и говорит пацаны так нельзя как государство и начинает значит защищать население но понимаете получается такая история как вот в байке про медведя который хотел муху убить доброе дело сделать для человека ну и жахнул по мухе но и человек погиб и вот так здесь тоже появляет получается что вот с одной стороны есть ядовитая муха капитализма которая норовит человека укусить так чтобы ему мало не показалось а с другой стороны есть медвежья лапа государства которая так защищает от мухи спасает что уже и человека живого тоже нет в общем живем мы друзья вот в таком интересном мире ой так давайте отъедем назад живем мы в таком интересном мире где вот приходится обществу лавировать между вот этими двумя смертельными случаями и сказать что какой-то один из них хорош нельзя и тот и другой приводит к смерти параличу так вот устроено интересно то есть они друг без друга не могут вот а мы уж я даже не знаю тут между ними как вот так вот выживаем счастливо